Жень, давай, просыпайся. Чего такое? Ну, или давай я тебя чаем разбужу. Зачем? Я сплю. Да спать не надо. А что такое? Надо работать, пить чай, получать от этого удовольствие, наслаждение и радость. Давай. А что у нас? Ну, эфир, что ли, Жень? Да? Да. Вот предметы расставляем. Как раз вот об этом предмете сильно поговорим. Мы только поговорим, но мы на практике увидим и услышим, как с ним работать. А что это за предмет? Что-то у нас еще там осталось. Нет, а вот это что за предмет? А, это гайвань. Что забавно, с китайского языка переводится как чашка с крышкой. Но еще у нее есть такой элемент, как подставка. И по подставке она еще имеет название второе. Чашка трех основ. Но, честно говоря, как по-китайски это будет и не полно. Но и не важно. Но гайвань бывает и без подставки. То есть самый главный, важный элемент это вот тулово гайвань и ее крышка. Понятно. Вот, в принципе, этого достаточно, чтобы заварить хороший чай. И в некоторых провинциях распространены только вот такие вот сокращенные формы гайвань. Насколько я понимаю, все просто. Но классика, когда есть подставка, тулово и крышка. Вот получается такая гайвань. Чашка трех основ. Да, это, в принципе, замена чайнику. То есть можно заварить в таком фарфоровом сосуде так же хорошо чай и такой же классный, высококачественный, дорогой, как и в чайнике. Отличие в материале. Потому что фарфор это материал имертный. То есть он не способен с чайным листом вступать в взаимодействие. Вот правильно, кстати. Держишь? Да. Вот, прям вообще нравится. Оп. Оп. Все работает, да? То есть... Да все удобно, все продумано. Но это главное гайвань нужно взять, потому что гайвань-то разные продаются, а она должна работать. Вот, прям можно это раз, раз. Очень поразно. Так, ладно. Я думаю, что воды туда надо налить. Воды. Окей. Причем, обратите внимание, что она пустая. А мы туда наливаем воду. А зачем мы в пустую гайвань наливаем воду? Это очень важный момент. Момент важный, потому что посуду всю, которую часто чай пить, надо прогреть. Кстати, давай остальную посуду тоже. А что мы еще добавляем? Вот чай хай. Чай хай, так. Море чая. Ситечка, чай льюан. Сюда? Да. Есть. Вот, чашечки сюда давай. Чашки нужны? Которые тоже согреем. Ну, наш чай в прямой эфир. Деньхун, золотый в осень, как обещали, выдающийся юнайский красный чай. Я, на самом деле, поделюсь, нигде не видел. Я походил по чайным, по компаниям, просто по чайным. Поспрашивал по Деньхуну, нигде такого чая нет. Ну, очень классный ранний, весенний, однородно золотой. Говорили, когда о качестве чая говорили красного, что чем больше золотистых чайных, тем чай более классный. Вот в Деньхуне это на 100%. Я тут вспомнил работу. Ну, да. Ну, как бы, сегодня мы по-простому чай заварим, поэтому они, может быть, не пригодятся, но выглядят красиво. Да, лучше поставить. Хорошо. Вот сейчас мы согрели всю нашу посуду. Да. Соответственно, мы берем наш чай. Вот, но мы его хорошо знаем, поэтому нам особо знакомиться с ним не нужно. Засыпаем в гайвань. Закрываем гайвань крышкой. Она у нас горячая, может сделать небольшую паузу. Чуть-чуть чай сейчас у нас нагреется. То есть он побуждается. И вдохнуть аромат. Снять крышку и вдохнуть с самого чая аромат. Вот, то есть это аромат прогретого чайного листа. Какой аромат. Нужно сказать, что как раз нагретый гайвань дает возможность пробудиться тому чаю, которому он слышится. И, что тоже важно, она дает возможность избежать чайного шока. То есть резкого контраста между температурой посуды и температурой воды. То есть у нас все должно быть согрето. И чай согрет, и посуда согрета. Тогда, когда у нас чай с кипятком, то чай открывается классно. Классно. Он уже немножко раскрыт. Ну да, он раскрыт. То есть если мы засыпем чай в холодную гайвань, то в принципе мы его сделаем в шок для чая. И он будет раскрываться. По-народному по-русски это будет не феншуй. Молодец. Теперь еще о том, как наливать воду. Во-первых, вот крышку, как ты показывал, ее обязательно нужно между подставкой гайвань и тулом зацеплять. Так делать очень удобно. Можно положить ее вот таким образом, когда у нас с внутренней стороны наверх. Ну и в Китае по чайному ритуалу, по чайной традиции не принято класть вот так крышку. То есть все, что прикасается с чаем, не должно касаться других поверхностей. Все понятно. Заливаем кипяточек. Можно вот такой веселой, высокой струйкой. Я наполнил ее так профессионально, то есть налил много. Но в принципе обычно наполняют гайвань процентов на 70. По причине того, чтобы не обжечься. То есть вторую мы так наполним, посмотрим? Да. Устанавливаем зазор. То есть крышку сразу устанавливаем, чтобы был у нас зазорчик небольшой. Вот так вот это выглядит. Миллиметр 4-5 зазор. Именно через него мы будем сливать чайный настой. Прихватываем таким образом, что указательный палец направляющий, подносим к чахаю и в этот момент довольно резко переворачиваем. И сливаем, но не до конца. До конца давайте покажем, что немного воды осталось. Но это надо знать, какие чаи таким образом называли. Это для чаев, которые с выраженной ферментацией. То есть для шопуэров, для красных чаев вот этот способ подходит. Для сильно ферментированных улунов? Нет, улуны лучше сливать полностью. Чайный настой не оставляя на дне. Берите на вооружение. Там, о, забыли вылить. Ну ничего, лучше поздно, чем иногда. А мы лучше прогрели чашки? И разливаем. Опять же, давайте вообще по-китайски наполним. То есть наполним где-то на две трети объема. Это у них считается благопожелательно. То есть мы желаем изобилия. То есть чашка с чаем была наполнена настолько, что туда можно было еще много чего вместить. А почему мы выбрали сегодня именно этот чай? А потому что ты спал. А, вот так вот. И что он дает? Задача была тебя разбудить. Так, а то есть он будет или что? Красный чай, он янский по своей природе. Питающий, стимулирующий. Он хороший спазмолитик. И он оказывает тонизирующее воздействие, причем на весь организм. Не только на мозговой деятельности ее активизирует и зеленый чай, а еще и на все тело. Взял буквально первый глоток в рот, хочется улыбаться. Реально, от вкуса потрясающий чай. Просто потрясающий. Чай вообще добрая штука. От него все время хочется улыбаться. Не подумайте, ничего плохого. Ну да. Иногда даже и смеяться. Заливаем. Какой вкусный чай. Вторую заварку. И вот примерно до такого уровня нужно гайвань наполнять чайным настоем, чтобы не обжигаться. И опять же, мы можем варьировать вот этой шириной, которую мы оставляем для слива, зазором, интенсивность заваривания. То есть, чем мы уже делаем вот эту щелку, этот зазор, тем медленнее сливается чай и продолжает за это время завариваться. И, соответственно, лучше фильтруем. Если устанавливаешь очень маленький зазор, можно даже без ситчика обойтись. Ну, это нужно немножко набить руку. Да. Из крышки мы опять же вдыхаем аромат. Это очень удобный сосуд. То есть, опять же, взяли за край. Край у нас холодный практически. Верхняя часть крышки тоже прохладная. Спокойно взяли в руки. Не обжигаясь, ничего. Пожалуйста. Дополнительно ароматы из поверхности пустого чахая. Воспринимаем. Вообще всегда нужно чай вдыхать не только с поверхности чайного настоя, не только тот аромат, который циркулирует в воздухе, он сам у нас вливается непосредственно, мы его чувствуем, но и тот аромат, который отдает пустая посуда. То есть, крышка гайвани, пустая чашка чахай. Причем аромат здесь и здесь принципиально раунд. И чашки он тоже другой. Да, и чашки, поэтому можно попробовать, сравнить, что-то понравится больше. Мало того, сегодня понравится что-то больше, а завтра другое может понравиться. А к чашке вообще такая интересная игра. То есть, у каждого свой, индивидуальный аромат, индивидуальные особенности аромата. Это может показаться какой-то мистикой или сказкой, но вы попробуйте, на самом деле, поменяться чашками, вдохнуть аромат, и в каждой чашке будет немножко свой оттенок. Хотя чай, в принципе, используется для того, чтобы более-менее нивелировать эту разницу в двух чашках. Ну, или там в нескольких чашках, если у него несколько человек находится за столом. Вот я сейчас вдыхаю аромат с пустой чашки. Он очень приятный, с таким медовым оттенком. А я ловлю оттенки самого чая. И обратите внимание, какой вязкий чай. То есть, прям как у хорошего вина, он аж ножки образует. А у меня, как масло. Да, да. Вот, прям реально масло. Вот это чай. Это говорит об экстрактивности чайного листа. Ну, о том, что мы заварки не пожалели. А хороший чай можно заварить крепко, как мы заварили сегодня. Можно заваривать нежно, и он каждый раз будет удивлять и радовать. Некоторые говорят, не могу пить красный чай. Что им можно сказать? Ну, попробуйте хороший, не топью, классный красный чай. Ну, опять же, скажу на нашу аудиторию большую, что красный чай, это тот чай, который в России называют традиционно черным чаем. То есть, традиционно в Европе, в России два чая знали, черный и зеленый. А у китайцев тот чай, который традиционно называют в Европе черным, его называют красным чаем. Хунь чай. И больше вам скажу, что попробовав именно этот чай или какие-то чаи из нашей коллекции, сюда ни молока, ничего добавлять не захочется. Да, но в чай это уровня, я думаю, что не стоит. Даже самые любители молочных чаев. Да, это что-то будет за разряд. Вот как-то мы готовили, заварили Динхун Маофен, там, в принципе, допустимо сочетание с молоком. А здесь единственное, что можно проводить молочный тест только британский. Он такой классный, очень эффектный. О нем мы говорили. Это именно для красного чая тест. То есть, если чай красный-красный, и добавляешь в него молоко или сливки, он розовеет. Если не качественный чай, то грязный серый, да, или коричневатый оттенок получается. Поэтому, если он получается такой яркий, как какао, белорозовый. Если очень хочется, но, в принципе, по вкусовым характеристикам сразу будет понятно, что никакие тесты проводить не надо. Да, нет, но там это просто делается для массового чая, чтобы быстро оттестировать, даже когда, может быть, нет времени попробовать и сформировать вкус. Просто, по всей видимости, вещества, которые в чайном листе содержатся, и молоко таким образом взаимодействуют, что дают такие интересные оттенки. Мы не сказали, что в этом чае, но, наверное, наши зрители видели, огромное количество почек было. Ну, почти на 100%. Да, почти на 100% чай стоит из почек. Это потрясающе. Тут у меня друг спрашивал, а бывают ли глиняные гайвани, то есть, которые сделаны из глины. Ну, я могу сказать, что в Китае бывает все. Я даже думаю, что в Китае, наверное, в теории могут даже железную гайвань сделать. Это вполне. Вот. Но, если серьезно, гайвань и фарфор наиболее идеальное сочетание. Потому что, чем хороша гайвань? Гайвань хороша тем, что можно заварить любой сорт чая, достаточно ее помыть. Берешь соду, губочку отмываешь, все завариваешь в другой чай. То есть, она не впитывает аромат и вкус чая, не способна его потенцировать, то есть, как-то его делать насыщеннее. То есть, это из-за того, что не из глазурь? Да, но она, фарфор сам по себе, материал инертный. А есть, допустим, гайвань из глины с глазурью внутри? Есть из глины с глазурью, то по своим свойствам, как материал, близкое к фарфору. А зачем тогда? Разница будет, но близко к фарфору. Какие-то рекомендации взять? Нужно, не нужно это? Это чисто эстетический вид, кому-то нравится больше глина внешне. Вообще, когда глина глазуруется, это довольно тревожный симптом, если это, допустим, эсинская глина. Потому что об эсинской глине говорят мастера, которые ее делают, говорят коллекционеры. Но все знатоки в мире. Эсинская глина не нуждается в глазури. Это все равно, когда говорят, лоб впадает в Каспийское море или карфаген должен быть разрушен. Эсинская глина не нуждается в глазури. Потому что настолько звонкий, плотный черепок, который по свойствам своим почти близок к фарфору. Иногда эсинскую глину даже называют красным фарфором. А если глазуруют глину, значит стремятся чего-то скрыть. Какие-то ее недостатки и качества. Либо, возможно, это материал среднего уровня. Может быть, гайвань сделан, я такие увидел, чистый гайвань из эсинской глины, сделанный ручной. Если человек так любит эсинскую глину, любят чайники, но хочет начать заваривать гайвань, но от глины отказаться не может, можно взять чисто глиняную гайвань и не заваривать. Опять же, те же самые рекомендации, как и для чайников, на один сорт чая, один чай. На близкие сорта, скажем так. В идеале, конечно, на один. А фарфор как раз плюс его универсальности. Пейте хоть подряд. Как-нибудь мы еще расскажем про то, как работать с большой гайвань, там есть свои нюансы. Я тогда покажу другие хваты, другие технологии, как можно ее держать, и расскажем о том, как можно чай самой гайвань заварить. Ну там свои. Или четырьмя. Тонкости не у нас. Лучше четырьмя, а двоем. И чтобы третий еще кто-то помогал. Без этого никак. Без моральной поддержки мы никуда. Ну, кстати говоря, нужно приглашать людей для моральной поддержки. Я думаю, что нашим зрителям тоже будет это интересно. По крайней мере, мы получим обратную связь. Они будут в прямом эфире и попробуют те чаи, которые мы пьем. Поэтому, если у кого-то есть желание, то вы говорите. Это, кстати, очень классная идея. Мы, по крайней мере, подумаем об этом. А у вас будет повод попробовать те чаи уникальные, которые мы пьем. Ну, и какой-то пол вопросов сформировать, которые можно прям в прямом эфире задать. То есть мы готовы рассказать, что знаем. Давайте мы поймем. То есть, в принципе, для того, чтобы попить чая и попить чай быстро немного-то и надо. Да, что у нас есть? У нас есть чабань. Причем маленькая чабань. Я могу показать... Не, не могу показать. Слишком много там выкладывать посуды. Но, тем не менее, в некоторых видео можно увидеть тоже. Есть чабаньки, такие длинные. Можно поставить прямо перед компьютером, сидеть, работать и, соответственно, параллельно пить чай. То есть это вообще не отвлекает от работы. Можно, кстати, даже обойтись и без чабани. То есть вот такое есть у нас волшебное приспособление. Называется чацин. Чайное полотенце. Ча-цин, ча-цин. По-другому ее называют еще чабу. Вот. Ну, собственно говоря, чайная тряпочка. Ну, хорошо. Она не только красивая, но она и впитывает. Она, да, обозначает пространство, где проводится чаепитие. Поэтому мы сейчас немножечко сдвинем чайную доску. Я просто покажу, как у нас это будет работать. Ну, вот, гайвань мы предварительно согрели. Будем так считать. И, собственно говоря, на само полотенце ставим наши предметы. Все очень красиво, эстетично. Вот эта влага, она тоже будет впитываться. Вот, и можно прекрасно... Только выливать сюда нежелательно. Ну, выливать нежелательно, но, как я уже сказал, предварительно гайвань можно прогреть и воду там слить в какую-нибудь кружку. Или стакан. Вот. Или же взять, допустим, маленькую тарелку. Можно даже тарелку, которую вы используете для приготовления пищи. Вот. И на центр поставить какую-нибудь деревяшечку или дощечку, или просто гайвань. Вот. Тоже удобно. Я думаю, что первый раз, если вы такое попробуете, и если вы еще работаете в open space где-нибудь, то будьте патировать публику и, соответственно, большое количество аудитории, которая вас окружает, вокруг, соберется около вашего стола. Да, чай всегда притягивает людей, притягивает внимание. Когда завариваешь чай, ты собираешь людей. А когда ты чаем угощаешь, ты собираешь их еще больше. Вот. Поэтому у китайцев есть даже такая поговорка, что один человек пьет чай, два человека разговаривают за чаем, а много людей уже раздают чай. То есть делятся своими эмоциями и угощают этим чаем. В прямом и в переносном смысле. Чай у нас сам началь, да, служил нам в службу. В принципе, оно уже не нужно. Да, оно даже изначально было не нужно, потому что вот у нас гайвань имеет такую волшебную крышку, что сюда можно насыпать сухой чай, а потом его высыпать в гайвань и заварить. Прекрасно. То есть это еще и функция чаха чайной коробочки. Убираем. И на самом деле крышку в гайване тоже можно хитрым образом использовать. Расскажу, как. Когда будем говорить про большую гайвань. На полотенце, кстати, тоже красиво. Да вообще прекрасно. Ничего не потеряли. У него еще такие скругленные края. Аккуратно, скромно, практически ничего под рукой. И, как говорится, ни капли мимо, да. А то, что мимо, то на ткань, не на стол. И она очень гидроскопична. Она здорово, как-то правильно отметил, впитывает. И высыхает быстро. Да. Это уже по нашему опыту вы сейчас не увидите. Итак, у нас раскрылся чай. Покажем молоко же, да? Да. Откроем. Посмотрим, что у нас такое красный чай. Через 5-6 сколько можно заварить. Да я их не считаю обычно. Много. Да. То есть попили прямо совсем на радость. Ну, еще и попьем. В принципе, китайцы говорят, когда ты можешь что-то сосчитать в чай, это значит, что он не создал атмосферы. Закроем, а то он еще у вас... Потому что чайная атмосфера это то, когда рулит особое состояние. Немножко само время меняется. То есть, вот время у нас линейно живет, а когда пьешь чай, ты просто присутствуешь здесь и сейчас. Пьешь чай, получаешь удовольствие от общения, от радости общения. Если пьешь чай один, то ты прислушиваешься к своим собственным ощущениям. Мир как бы становится тоже к нам более внимательным, мы более внимательны к миру. И вот этой линейности времени тоже нет. Хорошо. Можно ли что-то сказать по поводу сита? Вот оно какое функционал несет? И в принципе, какие есть, какие лучше приобрести, если, допустим, у наших телезрителей пока их нет? То есть, что бы вы посоветовали? Вообще, вот эта ситчика, она наиболее функциональна. А почему? То есть, что в нем такого? В нем очень хорошая фильтрующая ситчика, то есть, она даже мельчайшие чайники отсеивает. В нашем чае, как таковой, крошки мало, но в нашем чае есть ворс. Вот эти ворсинки, они отчасти, когда мы его завариваем, смываются с чайных побегов. И если они попадают в чашку, то на донышке чашки образуется такая, как улочка, некая взвесь. И для того, чтобы чайный настой был идеальным, мы как бы эту взвесь можем убрать. Потому что кого-то это может смутить. По идее, можно вообще без ситчика обходиться, но с ситчиком чайный настой является совершенным. По опыту могу сказать, что сита у меня было много разных. Начиная от тыквенных, керамических, фарфоровых и так далее. Они интересные, они красивые, то есть, можно с ними экспериментировать, но сильно непрактичные. То есть, где-то что-то случайно надавили, одно отскочило, другое сломалось и так далее. Вот это сито наиболее практичное, с точки зрения функционального удобства. Многие могут эстетой и особо эзотерично настроенные люди начать ворчать. Дескать, вот этот металл подавляет дерево чая. То есть, чай по своей стихии это дерево. Дерево там, в Китае засохло уже. А на самом деле металл в чайном действии это мы с вами. Это человек со своим вниманием, который соединяет кипяток, огонь, чай. Причем он значительно больше металла, чем здесь. И ничего не подавляет, если он грамотно чай заваривает. А здесь хорошая фильтрующая у него основа и практически не задерживается. Влага не застаивается. Поэтому как такового контакта с металлом практически нет. То есть, как говорят некоторые, не парьтесь. Да, да и материал хороший, не ржавейка. Это тоже инертный материал. Он в взаимодействие с чайным настоем не ступает. И честно говоря, я не видел в жизни ни разу ржавой ситечкой. Если кто-то может показать ржавой ситечкой. Приносите китайской, я имею в виду. К себе в музей. Да, на экспертизу и в музей. То есть, они не ржавеют. Что можно сказать по поводу чихая? То есть, что это за инструмент? Как он должен выглядеть? Какие существуют характеристики? И вообще, есть ли какие-то предпочтения? Ну, вот у нас с тобой был по этому поводу не то чтобы спор, а такая некая непроговоренная до конца дискуссия. То есть, мне нравится круглая, тебе нравится квадратная. Ну, вот мы возьмем какие-то как раз... Это нормально, оно другого дополняет. Да. Но на самом деле, квадратный чахай, он тоже смотрится очень эстетично. А здесь у нас оказался компромиссный чахай. Самое забавное, что у него стенки квадратные, а горловина у него круглая. Ну, мы нашли свой нюанс. Каждому нравится, потому что... Это вот, как бы, таким образом получилось, по стечению обстоятельств, что у нас наиболее гармоничный чахай для нас. Так, выбирайте любой, какой вам больше понравится. Кстати, вот почему я люблю именно круглую форму. Ну, и здесь, в данном случае, компромиссный. Удобнее сливать. Когда он полностью квадратный, чуть-чуть неверно располагаешь, и может быть... Нужно тренироваться больше, да? Да, с другой стороны, внимание концентрирует. По материалам, может быть, фарфор, как вы видели, может быть, стекло. В последнее время в Китае процентов 90 людей, которые заваривают чай, они предпочитают стеклянный чахай, по причине того, что... Красиво, да? Удобно сразу показать цвет чайного настоя. Иногда ручки даже тонируют цвет чая, который завариваешь. Опять же, на что хотелось бы обратить внимание, есть вот с ручкой, как у нас. Сейчас мы развернем, если кто-то все-таки не обратил внимания, да? Вот есть ручка, за которую можно брать. И есть без ручек. То есть, есть как бы утолщение стенок с боков для того, чтобы... Они двойные по типу термоса, да? Да. Но по опыту могу сказать, что не всегда это удобно. То есть, это надо пробовать, экспериментировать, смотреть. Но все-таки вот такая форма, как сейчас представлена здесь, она наиболее удобная. Да, все-таки призываем к тому, чтобы начинать с нее. А так, конечно, на вкус и цвет смотреть, экспериментировать, пробуйте, нарабатывайте свой опыт. В общем-то, все, наверное, интересно. Да, а в перспективе, когда расскажем про чайники, я вообще расскажу интересную историю о том, как вообще чахай появился. Есть Китай-легенда. И легенда такая, как бы на самом деле имеющая под собой основу, как выглядел самый первый чахай. Вот об этом мы обязательно расскажем. А покажем? Ну, а как же? А смысл? То есть, первый чахай, который появился, он вообще у нас? Ну, у нас, у них, в мире китайского чая, так скажем. Ну, это, в общем-то, у нас. Да. Что ты скажешь, дорогой? Китай же законодатель моды. В Гайване, что еще прикольно, что можно, допустим, собирая Гайвани, оп, все, да. Чисто аккуратно. Собирая Гайвани, можно собрать целую коллекцию китайского фарфора с различными росписями. Если хочешь, там, нравится, допустим, наше гжель русское. Ну, мало кто знает, что гжель русская, она происходит от китайского сине-белого кобальтового фарфора. Так. Вот, через Голландию, через голландский печной изразец. То есть, голландцы взяли за основу китайский кобальт, росписи синие на белом фоне, внесли в свои изразцы, и Русь через изразцы это до посуды довела. И вот наша гжельская роспись, наша гжельская посуда, она прямую восходит к сине-белому китайскому фарфору. Вот, можно такие Гайвани коллекционировать. Вот, можно коллекционировать с надглазурными, как здесь, росписями. Ну, здесь, как бы, роспись сделана не вручную, вот, а бывают, как бы, ручные росписи. Это тоже очень красиво, то есть, можно, собрав несколько чашечек, даже на один сюжет, когда роспись, увидеть между ними разницу. Вот, это будет лишний раз подчеркивать о том, что работа именно ручная. У меня такой вопрос. Вот, нет вот этих предметов... А куда? А, вот, я думал, ты с чаем не забрать хочешь. Не-не-не. Вот. Нет вообще никаких предметов. Есть только Гайвань. Мы можем попить чай? Да, можем. То есть, Гайвань универсальный инструмент, с которым можно попить чай, если вообще больше ничего нет. То есть, это где угодно. Это центральный, самый основной инструмент, да? В машине, на природе... Ну, а как это происходит? На берегу моря. Но, в принципе, я думаю, что мы это покажем обязательно отдельно, на большой Гайвань. Нужно взять большой. Большой Гайвань, это немножечко маловато. Ждите следующих эфиров. Мы покажем секрет, как можно попить из Гайвани, не применяя чашки, чай. И это будет намного лучше, чем пить просто из кружки. Ну что, у нас чай все отдает и отдает. Ну, чай хороший. И взаимодействуем с ним правильно. Я полностью проснулся, на самом деле. Я думаю, что теперь активность будет длительное время. Не только ты проснулся, даже те, кто нас смотрели. Думаете, спали? Ну, думаю, те, кто спали, точно проснулись. Но в основном, люди, конечно, ждали. Когда мы с тобой в эфире появимся, что-нибудь не расскажем. Я тоже, там, где-то часа за два уже видел, что люди, там, давайте скорее. Друзья, вот то, что Евгений сказал по поводу прямого эфира и участия в нем, это, на самом деле, такая живая, интересная тема. И в течение дня формируйте тоже свои вопросы, на которые мы в ходе эфира можем ответить на ваши. То есть у нас обычно есть какая-то идея о том, о чем мы будем говорить. Иногда это все происходит, как сегодня, спонтанно. Но на вопросы всегда будем рады ответить. И в прямом эфире вам бы интересно было получить вот эту обратную связь. Какая красота! Прямо масло! Реально масло! А мы уже непонятно, в какой раз завариваем. Да уже, я думаю, к день, к десяти уже приближаемся. Может быть, хватит? Ну, можно вот даже на чай слегка надавить. Ну, вот, мягко. А у нас что-нибудь еще, да? Что-то подвигать чайниками. Ну, то есть, позвучать фарфором. Есть с чем поработать, если у вас в руках гайвань? Конечно. Конечно. Очень удобный сосуд для заваривания чая. Я бы сказал, что это и для новичка, и для профессионала. Для новичка смысл. Давайте с левой руки попробуем, да? То есть, можно любое чай заварить, чтобы видно было. А для профессионала отлично для дегустации. Как-то все скомпоновать. И все одной крышкой. Смотрите. Полистать чаинки. Смотрите, как. Могу часами это делать. Особенно с хорошими чаями. Да, уже такая медитация чаяная. Но, при всем при этом, можно еще параллельно и работать. Мы-то, конечно, сейчас еще рассказываем, показываем и делимся опытом. А если вы завариваете, где-то параллельно работаете, чем-то занимаетесь, в принципе, без отрыва от производства вполне можно попить чая, практически не тратя на него время. Вот. У нас первый звоночек. Причем, судя по всему, чайный звоночек. Чайный звоночек. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Да. Ну, еще у нас водички немножко осталось. Поэтому заварим разок. Но так много наливать не надо. Можно и обжечься. Нужно иметь такую же наработанную твердую руку. А когда хочется, чтобы заварки было побольше, можно налить и побольше. Вот у нас цвет настоя. То есть чай яркий. И сколько было сделано заваривание, он радикально сильно не менял цвет. То есть на протяжении чаепития менялся, но в то же время сохранял вот эту цветовую яркость и того наполнения, которое характерно для высоких чаевых. Что, записывались на прямой эфир? Да нет, хотели вообще все купить вместе со столом. Я говорю, нет, не пойдет такое дело. То есть это вообще эксклюзивный стол. Он уже там в 10 раз был в прямом эфире. Он наработанный, да. Наработанные столы не продаем. Столько внимания впитал. Другие какие-то варианты, пожалуйста. А здесь не можем. Не смогли. Продолжаем. Приятного чаепита, как говорят китайские товарищи. На самом деле, очередной вкус появился. То есть ушел, поработал, опять с такой радостью очередную чашку подношу. Да, мы когда улуны заваривали, мы там говорили про чайные куличики. Здесь тоже можно такую куличикообразную тему организовать. Куличик будет не такой красивый, как у улуна. Так. Но тем не менее. Вот у нас наш чай. Красивый, красивый. На все можно полюбоваться. Отсюда еще отдохнуть. Крышечкой подправить. А крышечка-то у нас исчезла под блином чаем. Но зато видно, какие ровные чаинки и однородная степень ферментации. В красных чаях очень важно, чтобы не попадалось зеленых листочков, не попадалось листочков черных. А он был равномерно ферментирован. То есть здесь однородный коричнево-бурый такой оттенок. Я даже не знаю, как это цвет. Это все листик. Как ты думаешь, какой цвет? Что это за цвет? Мужики говорят, давай тоненькие все. Проблема с цветоопределением. Нет, коричнево-бурый это хорошо. Рыжий-коричнево-бурый, но рыжести не так много. Чуть-чуть, да, совсем. Но берем... Может песочно-бурый? Песочно-бурый. Песочность какая-то есть. Тоже совсем такая уходящая буро-коричневая. Для оттенка коры. Посмотрите. Ну, это совсем прям... Совсем круто. Да, что ни возьми... Ну, это чай, да. То есть это, конечно, не сильно относится к теме нашего сегодняшнего разговора относительно того, в чем заваривать и как это делать. Да все равно в центре всегда чай. Потому что если мы не заварим чай, то мы бы Гайвань никогда не достали. И даже не знали, что это такое. Согласен. Главное это чай. Ну что, по чашке чая? Да, по чашке. Можно даже, я думаю, чокнуться. О, красота. Чай бесподобный. Ну что, давайте поймем, что мы сегодня сделали. Мы сегодня сделали очень важное дело. Мы рассказали, как пользоваться Гайванью, зачем она нужна, из какого материала их, как правило, изготавливают. Попили красный чай, тебя разбудили. Прекрасный вариант. И некое направление людям дали к развитию в чае. Надеемся, что еще не раз встретимся с вами в прямом эфире. И плюс ко всему прочему, зайдете к нам. Надеемся, что к следующему прямому эфиру у вас уже будет колоссальный опыт относительно того, что мы сегодня показали. И новый вопрос. Поэтому ждем вас в следующем прямом эфире. Всем спасибо. Все свободны. Пока.